Всем привет, друзья! С вами Доминиров и сегодня мы поговорим с вами о стоимости скинов фан сан коллекции, потому что совсем скоро закончится этот голд пасс, он выйдет на рынок и мы сможем эти скинчики покупать, продавать, трейдиться. Короче, поговорим об этом, я расскажу о примерной стоимости этих скинов, как я считаю, как я бы их оценил и что я рекомендую вам закупить. Поэтому прямо сейчас поставь лайк, смотри этот видеоролик от начала и до конца, участвуйте в раздаче скинов голды и также прокачке инвентаря, ну и собственно вам приятного просмотра. Кстати, все снимаю одним дублем, без какого-то монтажа, это будет такой вот просто монолог, я бы сказал. Поехали! Первым мы будем оценивать с вами это скинчики на оружие. На самом деле здесь их не так много, они не такие богатые, здесь есть М40, дай брэк. Обычная версия оценивается меньше одной голды, я бы сказал где-то 0.50-0.70. На старте этот скин будет стоить дороже, чем через время, поэтому рекомендую сразу их селить, как они только выйдут. Дальше. Это дробовичок. Аналогичная история. Да, крокодил чаще используется, но скин такой достаточно непримечательный, какой-то тритон, поэтому по стоимости 0.50-0.70 голды не больше. Эпический скин на MP5. Ну, ничего интересного в этом скине мы так и не нашли, это обычный базовый скин, неприметный по стоимости, я бы ему на самом деле тоже не больше одной голды дал, но поскольку это эпик, можно дать там 1.50-2 голды максимум. Статрековская версия этого скина могла бы достигать, ну, где-то 6, может быть, 5 голды. И с дробовиком здесь, кстати, то же самое примерно выйдет. Короче, недорого это все обойдется. Предел этого скина 10 голды, не больше. Он, в принципе, не нужен. С MP5 особо не играют. Галил. Галил уже будет поинтересней. Да, это эпик тот же самый, но это как бы достаточно метовое оружие, поэтому его будут цели дороже, да и выглядит оно поинтересней. Это фанфал. По стоимости обычная версия занимала бы 7-10 голды, статрековская версия, ну, я бы продавал за 20-30 голды спокойно, потому что, блин, он очень круто смотрится и статрековская версия мне нравится. Особенно с какими-нибудь топовыми наклеечками, которые закроют всю эту середину, да, которая, ну, не очень сильно удалась. Сейчас я думаю, что очень дорого его можно сейлить. Дальше Асвал. Блин, с Асвалом все не так однозначно. Не так много скинов у нас на Асвал имеется. Это Лего. И, ну, я оценивал бы этот скин не больше 40 голды, обычную версию, не больше 100 статрековскую, потому что, блин, да зачем он нужен? Типа, я ему даю вот прям предел, вот предел по стоимости. Ну, вот 120-150 голды статрек версия обычная, ну, где-то 40-50. Ну, просто потому, что это Легендарка, только потому, что это Асвал. Ну, и мы приступаем с вами к М16. М16 здесь у нас уже будет поинтересней. Выглядит он примерно так же, как Мурена Синяя, если вы помните. Давным-давно был такой скин. Это классная М16. Я думаю, статрековскую версию можно было бы оценивать в 3-5 тысяч голды. Я их не так много видел. Обычная версия, ну, 700. 700 голды где-то будет стоить. Поэтому отлично покупаем. Но мне он не особо понравился. Я считаю, что в нашей игре есть более красивый М16. Но поскольку это Аркана с эксклюзивного пас-пропуска, сезонного события, я думаю, что по цене он нас не обидит. Поэтому, если вам упала вот такая М16, особенно статрековская, я вас поздравляю, вы более-менее купили пас. Не то, что я. По граффити ничего не оцениваю. По наклейкам. Блин, пацаны, это база. Рарки у нас особо дороже 6-7 голды не будут. Где-то даже дешевле. Потому что пас сам по себе недорогой. Обошелся. Его можно было купить в этот раз за голду. Соответственно, цены можем на 20-30% еще ниже делать. Поэтому ставить там 4-5-6 голды за рарки это база. 7-10-12 голды я бы отдал за вот этот эпик. Они круто переливаются. Это голд. Нормально смотрятся. Вот даже вот такие. Но пока ума не могу приложить к тому, что и куда их прилепить. Как инвестиция не рекомендую. Блин, все конкретная отмена по цене не больше 10 голды. Дотал бы за эти наклейки. Легендарочка поинтереснее. Это все же отсылочка к Bubble Gum. Метовая наклейка. Ничего интересного в ней не вижу. Прилепить их к чему-то тоже не к чему. Зачем? Типа по цене не больше 25 голды. 30 очень дешевый пас, я полагаю, будет в этот раз. Если типа они будут стоить дороже, ну это круто. Но моя оценка не больше 20-25 голды. И только потому, что это легендарка и это Bubble Gum. Аркана. Блин, Аркана крутая. Но опять же за счет стоимости скина даже мне она выпала. Кому-то по 5 штук таких дропнуло за весь пас. Кому-то больше. Кого-то вообще их нет. Ну, классная Аркана. Мне нравится. Блин, как какое-то событие метовое. Прикольно. Но стоимость 200-300 голды для нее нормальная. Я считаю, это Аркана. 200-300 голды это сейчас база. Поэтому юзаем таким образом. По брелкам все так же неоднозначно. Ну, блин, брелку Аркановскому я бы дал тоже не больше 200-300 голды. Типа да зачем, да почему. Они не метовые. Они обычно смотрятся. Это просто мусор, который будет у вас храниться в инвентаре. По стоимости 10-10 голды, там, ну, может быть, может быть 15-15-30-ка. Ну, и вот вам как бы 100-150-200 голды будет стоить. Вспомните, сколько в последний раз стоили эти Аркановские брелоки. Так, ну, по фрагментам боксам ничего не скажу. Это бесполезно. Здесь у нас с вами остались ножи. Да, ножи у нас остались. Есть несколько ножей. И давайте их соотнесем сначала по топу. Да, кто будет самый дорогой, кто будет самый дешевый. Блин, я бы ставил керамбит на топ-1. Потом по-любому стинг пошел бы. Смотрите, какие классные паттерны попадаются. Вот если вот такие паттерны найти, это очень круто. То есть без всякой вот белой фигни. Очень красивые паттерны могут попасться. Посмотрим, сколько они будут стоить на рынке. Я бы дал обоим этим по 2000 голды. По 2200, может быть, даже где-то 2500. Мне нравятся ужасно такие всякие эти скины. С таким интересным паттерном можно поискать. Но, возможно, вам выпал скин с идеально голубым паттерном. И даже если вы будут сейлить за 2000, ставьте намного дороже. Там за 10 тысяч, за 15 тысяч голды. Ну, кому-то повезло с паттерном. И они могут спокойно его продать за x3, x5 стоимость. Это факт. Поэтому первое, второе место у нас разделяют керамбит и стинг. Потом я бы дропал вот этот кукрио. Он прикольно смотрится. Достаточно большой, широкий, яркий дилдо. Дальше у нас это идут тачки. Потом танта. Ну и потом скорпион несчастный. Скорпиону я бы дал стоимость, ну, не больше 400 голды. Мне кажется, где-то 500. Он будет стоить 550. Очень дешевый нож. Потому что, опять же, скорпионы в нашей игре не особо как-то пользуются спросом. Дальше по тантам. Не более 700 голды этому ножу можно дать. Я бы еще ниже ставил. Эти ножи прикольно смотрятся. Да, они яркие такие, интересные. Но это тачки хозе, тачки слабые. Сейчас по стоимости где-то 500-650 голды я бы дал. Танта говорили. Кукри. Блин, кукри интересный. Но, опять же, стоимость не сильно будет отличаться от своих предшественников. Здесь 700-800 голды. Это база. Поэтому недорогие ножи будут стоить. Если они будут стоить по 1000, я сильно удивлюсь. Потому что таких кукри в игре миллион. Прям их очень много. По ножам. Вот эти, я говорю, спокойно от 1600-1800 я бы их ставил. Что керамид, что стилит. Это, прошу прощения, не стилит, а стинг. Стинг, что керамбит, они по стоимости должны быть в пределах 2-2,5 тысяч голды. Возможно, за счет того, что пас был у нас за голду. Да, кто-то его за голду покупал. Он будет все-таки подешевле. Но мне эти скины нравятся. Поэтому лайк, как говорится. Друзья, и если есть люди, которые досмотрели этот видеоролик от начала и до конца. Я вас еще раз прошу. Участвуйте в халявной прокачке инвентаря. Потому что здесь вы можете получить будущий голд пасс. Ножек, перчатки, классные скины. Мы подберем для вас очень красивые сеты. Вам для этого не нужно будет отдавать свой логин и пароль, какие-то токены и прочие. Там ссылки, не ссылки. Мы просто с вами по дискорду пообщаемся. Вы покажете мне демонстрацию экрана. И мы запишем с вами прокачку инвентаря. Кто хочет участвовать, лайк, комментарий. Ну и смотрите ролик от начала до конца. Потому что если вы проматывали, это очень грустно. А на этом все. Ничего интересного по этому голд пассу я дать не могу. Потому что он сам по себе был какой-то скучноватый. Единственные скины, которые мне здесь понравились, это вот керамбит. Да, стинг. Спасибо, что они мне выпали. Ну, а с вами был Доминиров. Всем до новых встреч. И пока-пока.